Я хочу добавить некоторые мысли с нашей последней с вами встречи. Когда я задавал вопрос, давал в некотором смысле домашнее задание, которое обычно никто не делает, и я не будучи наивным и не рассчитывал на это, но пару человек из тысячи обычно как-то думают о вещах, которых им бывает задают. Мы поднимали тему доверия друг к другу, тему доверия человеку, тема доверия Богу другая, большая, о ней много говорится. И мы задавали такой вопрос, люди все могут нас подвести, у всех людей есть недостатки. Мы могли доверять человеку, рассчитывать на него, а все получилось не так, как мы ожидали. И вопрос следующий, а как нам узнать, эта история или эта ситуация говорит нам о том, что больше не надо опираться на этого человека, или мы должны дать новый шанс? Потому что каждый из нас в жизни имел этот новый шанс, и нам снова и снова верили, снова и снова доверяли, может быть, мы снова подводили. И если бы нам не давали эти шансы, то мы остались бы, как говорили, нехорошо быть человеку одному, мы просто остались бы в изоляции сердечной, которая обычно человека разрушает. Мы говорили о том, что невозможно никому доверять, невозможно жить в этой закрытости. Если человек имеет действительно в жизни глубокие доверительные отношения, то ему и не избежать большой радости в отношениях, и не избежать большой боли. И мы говорили, что не избежать даже в жизни Иуды, не избежать предательства, которое неизбежно в таком случае равно, как и неузнаваемо, непрогнозируемо. Но нам нельзя сосредоточиться на том предательстве, которое мы в жизни пережили. Нам нужно увидеть не только Иуду, нам нужно видеть Иоанна, Иакова и благодарить Бога за то, что не только в жизни были люди, которые причинили нам боль, но и те, благодаря которым мы сегодня, может быть, даже и живы. Но тем не менее, Писание говорит, что существует риск, когда ты доверяешь, существует риск, и ты должен идти на этот риск, и ты должен знать заранее, что кто-то может тебя подвести. А есть мудрость, и написано, что глупый верит всякому слову. Бывает, что это проявление глупости, когда ты снова и снова доверяешь человеку, которому нельзя доверять. Когда мы читаем Библию, мы видим, что в жизни Иисуса Христа, особенно на последнем его этапе, это видно, мы видим, что действия Иуды как бы многими ставятся параллельно действиям апостола Петра. Почему? Потому что Иуда создал большие проблемы для Иисуса Христа, и мы видим, что Петр трижды отрекся от Иисуса, и не просто отрекся, но, как Библия говорит, с клятвой, и с клятвой, в которую потреблялось имя Бога. Для еврея это было что-то. Вы знаете, это поклясться именем Бога, именем Иеговы, и не исполнить, это было действительно страшно. И вот Петр настолько был напуган, настолько было глубоко вот это его отречение, что он произнес это с клятвою, с упоминанием имени Господа. И в то же время мы видим очень разный финал у этих двух людей. Оба доставили большую боль Спасителю, у одного жизнь закончилась, а другому, как было до этого обещано, были, образно говоря, метафорически выражаясь, переданы ключи Царствия Божия. Этот человек стал величайшим столпом в Церкви Христовой. И нам в жизни есть опасность или Иуду приплюсовать к Петру, или Петра приплюсовать к Иуде, или считать всех людей, которые причинили нам боль, и даже в каком-то смысле предали нас. Петр в каком-то смысле предал доверие Иисуса Христа, либо всем перестать доверять, либо Иуде в нашей жизни снова и снова давать шанс, и таким образом подвергать себя множеству неприятностей. Нам нужно иметь мудрость, и Библия нам дает для этого все необходимое, чтобы различать. Я не помню, упоминал ли или нет эту мысль, но вы знаете, у меня есть такое ощущение, что когда человек доверяет Богу, чем больше верует Богу ему, чем больше доверия Господу, тем острее у него чувство развлечения. Если мы с вами не возрастаем в нашем доверии Богу, то как бы мы ни старались, какие бы книги ни читали, с какими бы людьми ни советовались, у нас всегда будет сердечная путаница происходить. Но когда мы доверяем Богу, а мы говорили, что доверие – это мост, по которому переходят ценности. Доверяешь хорошему – переймешь от него хорошее, доверяешь плохому – переймешь от него плохое. Если мы доверяем нашему Господу, возрастаем в доверии Ему, то у нас есть максимальные шансы отличать благонадежное от неблагонадежного. Смотрите, Петр подвел Иисуса Христа, ему снова дали шанс. Но вы знаете, мы можем сказать о Петре как о хорошем человеке, который способен оказаться на плохое. О Иуде мы должны сказать как о негодном человеке, который способен где-то сделать хорошее. Я думаю, что в жизни Иуды были светлые пятна. Но вы знаете, нам нужно понять суть. Мы иногда пересекаемся с людьми в такой момент, когда они показались самой лучшей стороной своей личности. И мы больше их не видели до этого и не видели их после этого. И у нас замечательный облик. Я не звонил одному человеку продолжительное время достаточно. А человек находился в больнице. Знаете, и я как-то так вот суета, суета, и потом уже собрался и позвонил. Собрался и позвонил этому человеку. Значит, узнать, как дела. И в это время в палату заходят иногородние христиане. Иногородние христиане посетить этого человека. И та сестра трубку убирает, говорит, Володя Менщиков звонит и обратно трубку. Представляете, какое ощущение, да? Что я всегда на трубке с больными, там, дённые ночные. И вот они пришли, и я вот тут вот заботу свою проявил. Представляете, вот как вот они. Я даже думаю, позвонить им, сказать, ребята, не обольщайтесь. То есть, вот такие совпадения бывают в жизни, и я не знаю сейчас, что у них обо мне сложилось. Наверное, я очень хороший в их глазах. А где-то мы можем соприкоснуться с человеком, когда в его жизни произошла, ну, показана самая низшая точка его духовного роста, состояния, характера. И мы после и до не встречались с этим человеком, и у нас может создаться ощущение, какой низкий, нехороший человек. И поэтому я говорю о Петре, я говорю о Иуде, то есть, вот это, собственно, портрет каждого человека. Или ты хороший человек, способен когда-то на нехорошее действие, или ты негодный человек, когда в какие-то моменты ты можешь делать что-то хорошее. И Саул уже устроил резню в городе священников, но у него были какие-то проблески, какие-то слезы, и он говорил, Давиду возвратись, сын мой, и так далее. То есть, что-то начинал понимать, но мы понимаем, что все-таки состояние у него было негодное. И сегодня, когда мы говорим об этой картине, когда создается такая картина, мы понимать должны, что мы должны давать новый шанс хорошему человеку, который способен, бывает, на что-то нехорошее, но нельзя давать шанс нехорошему человеку негодному, даже если он когда-то где-то и положительно проявится. А вот различить это уже очень большая проблема, и сегодня мы сделаем, я скажу, очень жалкую попытку, очень жалкую, некоторые ориентиры такие, я повторяю, что никто из нас не избежит того, чтобы на личных ошибках где-то учиться, лично обжигаться, лично развивать свои отношения с Богом и обретать мудрость от Него. Нельзя чужую голову посадить на нашу шею, мы должны что-то познавать лично. Но некоторые ориентиры мы можем для себя взять. Есть такая история об одном человеке, это был архитектор, он построил мост, и когда этот мост стал эксплуатироваться, он рухнул. И знаете, кто был человек, которому снова доверили разрабатывать этот мост? Этот сам архитектор. Обоснование было в том, что именно он теперь знает все слабые места, и когда был построен второй мост, это был уже очень надежный мост. И мы в нашей жизни можем вот так этого архитектора, который где-то нас подвел, мы можем из нашей жизни его выпихнуть и принять другого человека, который построит снова мост, который тоже сломается, мы его отпихнули, и третьего человека. И так будет бесконечно, пока мы не скажем, какой я несчастный, бедный человек. Не везет же мне вообще в жизни никак. Очень яркие иллюстрации, если нам хочется как-то, не просто какими-то лекциями, не какими-то описаниями понимать суть взаимоотношений людских, а вот в жизни, как это в жизни, то очень хорошо читать книгу царств. И особенно эпизод царствования Давида. Там очень глубокие и очень сложные сплетения отношений. Давид для многих людей совершенно непонятен. Даже для многих христиан непонятны его действия. И нужно разобраться, какие его действия правильные, какие неправильные. И если это действие правильное и непонятное, нам нужно понять, почему нам непонятны правильные действия Давида. И, например, он делал такие вещи. Против него воевала часть Израиля. Воюют против него часть Израиля. Один раз это были военачальники, который возглавлял потомков Саула. Это была предыдущая династия, которой Бог уже не дал будущего. И потом, когда все уже понятно, что Давид будет царем, что он превозмогает, и военачальник идет к нему с миром, тот ему вообще предлагает высокий пост. Другой раз Ависсалом, сын его восстал против него, и у Ависсалома был военачальник Амиссай, его звали, даже родственник Давида. Кажется, ну вот, ополчился родственник. И когда битва закончилась, Давид в победе, он Амиссаю предлагает занять место другого военачальника Иоава. Но вот это вообще странно. И мы вообще так никогда не делаем. Мы не предлагаем вчерашним врагам, мы максимум, что можем, помиловать и простить, и отпустить с миром, и не пристрелить в спину. Но чтобы сейчас им предложить ключевой военный пост, кто совершает перевороты? Генералы. Те, у кого армия, у кого оружие. Ты может быть царь, ты может быть президент, но если ты доверил армию, лицу, которому нельзя доверять, возможно, что ты уже больше не будешь царем. В то же время, параллельно всем этим событиям, все это время, у Иоава был военачальник по имени Иоав. Человек, который озадачивает меня много лет. Человек, который вызывал у меня сочувствие, многократно вызывал сочувствие. Мне все было обидно за ту участь, которая постигла его в конце концов. Он оказался на стороне одного из самозванцев, хотя тот был сыном Давида, но ему не принадлежала корона. И потом пошло так, что, в общем, Иоава казнили. Он прошел очень много трудностей, он прошел очень много бед с Давидом, и такая участь. И мне очень было обидно за этого человека. Но смотрите, что происходило. На просто этих событиях я хочу, чтобы мы увидели иллюстрацию. Когда Давид провозгласил, что Авенер будет у него в помощниках, это бывший враг, вчера только еще воевал против него, Иоав находит момент, и этого Авенира приглашает куда-то поговорить тайно. И там его убивает. Потом, когда была история с Амиссаем, которую я упомянул, этот же Иоав, услышав, что на его место может стать этот Амиссай, здоровается с ним. И как-то они здоровались, раньше брали за бороду, может быть, это целование, приветствие, не знаю. Он взялся за бороду этого человека, у кого есть борода. Те знают, насколько уязвима эта часть. То есть, вы не можете в это время делать все, что хотите. И написано, Амиссай не остерег самича, который был в руке Иоава. Иоав убил Амиссая. Это была смерть не на войне. После, когда Давид уже перед смертью будет завещать Соломону, он скажет об Яаве, именно об этих двух эпизодах, и скажет, ты знаешь, что сделал мне Иоав? Как он поступил с Амиссиром, и Амиссаем, людьми, которые были лучше его. Иоав – это человек, который во многом доблестнее, это храбрый человек, но смотрите, как он расправлялся со своими соперниками. И Давид чувствовал в этом человеке, у которого было очень много хороших качеств, он чувствовал постоянно неблагонадежность. Уже от начала в словах Давида присутствует вот это сомнение в Иоаве. И однажды он сказал, я еще слаб, а эти сыны соруины, они сильнее меня. Это очень непросто так. У тебя военачальник, и ты понимаешь, что он сильнее, и ты не можешь положиться на этого человека. И все попытки заменить на другого благоуспешно, в кавычках, Иоавом завершались. Были случаи, когда приходили к Давиду люди, и вы знаете, что Саул очень много лет его преследовал, самую большую боль, почти, может быть, самую большую боль, которую в жизни Давид пережил, это была от Саула. И однажды один человек пришел к нему и говорит, знаешь, я видел, как Саул там трепыхался в предсмертных судорогах, и я помог ему умереть. Этого человека казнили. Он считал, что он принес добрую весть. Потом другие люди, когда уже Иавосфей, сын Саула, пытался восстановить династию, два его слуги пришли, когда тот спал, пронзили его, отсекли его голову, принесли к Давиду и говорят, вот теперь ты теперь по-настоящему победитель. Он говорит, вы, невинного человека, на постели убили, этих двух людей казнили. На что рассчитывали эти вестники? Они рассчитывали на обычного человека, когда приходит к тебе, объявляющий себя твоим сторонником. Он говорит, я за тебя, ты видишь, я рисковал даже, ты видишь, что я сделал для тебя. Но Давид, близко знавший Бога, уповающий на Бога, имел внутреннее развлечение. В этих лже-друзьях увидеть врагов, а во врагах, а в Венере и Мессая, увидеть друзей. Среднему человеку это невозможно. Невозможно. Это надо как-то смотреть в самую суть человека. И многие люди, которые сегодня говорят тебе неприятные вещи, которые выступают, как будто бы твои оппоненты, являются благонадежными людьми, а те, которые сегодня согласно кивают тебе головой, могут оказаться подлецами. И если мы сегодня ориентируемся на то, как ты сейчас внешне относишься ко мне, и я опираясь на этого человека, могу очень сильно обмануться. И мы подходим к такому понятию, которое в Библии почти не упоминается, именно таким термином. Подлость. Что такое подлость? Подлый человек, это именно тот, на которого нельзя рассчитывать. Именно подло был убит Амисай, и подло был убит Авенир, и подло был убит Иевосфей. И Давид понимал, это не война, это подлость. Даже военная хитрость не является подлостью. Когда люди не рассчитывают на твою благожелательность и понимают, что ты враг, и что-то там можешь придумывать, подлость. Есть такая формулировка, я прочитал ее и вообще не понял, как, зачем так сложно. Я вам сейчас прочитаю, вы тоже, наверное, согласитесь со мной. Подлость – это изменение или уничтожение общего между людьми с целью причинить другому человеку вред. Нормально ведь так? Как раз для воскресенья, чтобы сказать, чтобы праведники еще заумничали сильнее, чем раньше. Изменение или уничтожение общего между людьми с целью причинить вред. Я думаю, что можно сказать проще это все, наверное, это общее, это доверие, это наше общее пространство. Человек знает что-то обо мне. У него есть какая-то информация, есть какие-то возможности, ключи от моей квартиры есть у него, знания моих тайн, недостатков, что угодно. У нас есть что-то общее, и человек этим общим пользуется, чтобы причинить вред. Вот таких людей, братья и сестры, нужно остерегаться. И я хотел бы сейчас расшифровать некоторые характеристики таковых, если только мой ребенок не забрал у меня мой конспект. Нет, не забрал, к счастью. Значит, давайте мы посмотрим. Посмотрим. Я сегодня повторяю, это очень поверхностный такой анализ, и самое главное, чего я хотел бы предостеречь, вот не надо сейчас так сидеть и думать про него, про него. Точно, правильно я ему не доверял, правильно я захлопнул. Не надо. Давайте посмотрим, насколько благонадежны мы. Не надо сейчас развешивать ярлыки. В первую очередь посмотрим на себя, очистим свое сердце, потом уже будем остерегаться опасности там, где она может быть есть, и может быть кто-то поймет, что где-то действительно зря доверился и зря опирался. То есть это люди вероломные, еще другими библейскими словами можно сказать. Я хочу перечислить некоторые характеристики, а вы уже обсуждаете и рассуждаете дальше. Эти люди никогда не признают свои ошибки. Он подвел вас, но никогда, ни разу он не сказал, я виноват. Мало того, ситуация так разворачивается, что кто виноват? Вы. Вот говорю это и боюсь. Знаете, почему боюсь? Да потому что ведь он действительно мог быть прав. Ваша жена действительно могла быть права. И она пытается донести до вас, что она права. А вы говорите, ты всегда оправдываешься. Вот что я боюсь. Вот нам нужно понять. Я говорю этот пункт, эту часть, да, и сразу же некоторые неправые люди готовы сказать о своих правых близких, вот точно про него. да можно правому оправдываться, братья, можно и нужно объясняться. И вот здесь вот эта сложная часть вот этого вопроса, потому что она так сильно зависит от нашей личной честности. просто от того, что мы узнали вот этот лозунг, что человек, которому нельзя доверять, он никогда не признает свои ошибки, он еще и нас обвинит. Вот просто от этого знания мы можем, мы не разберемся, мы можем еще сильнее запутаться. Я поэтому рассчитываю конкретно на какую-то сознательность и честность на каждого из моих слушателей. Но если твой близкий прав, у него есть правда оправдаться. Может быть, ты был 30 раз неправ, и он 30 раз оправдывался, и ты после этих 30 раз говоришь, он всегда оправдывается. Не спеши с выводами. Это отдельная большая тема, пусть кто-нибудь ее к себе возьмет и объясняется. Но, вы знаете, очень серьезный момент, когда объективно, я говорю об объективных вещах, объективно, он подвел нас раз, он подвел нас два, он подвел нас три, но он никогда не сказал, я виноват. Он не вышел, как Петр, и горько не заплакал, и не сказал, что я сделал тебе. Он все изворачивает так, что даже вы умудряетесь оказаться виноватым. Второй момент, немаловажный, на мой взгляд. Итак, ситуация сильно влияет на их отношение к вам. Ситуация сильно влияет на их отношение к вам. По-русски говоря проще, они держат нос по ветру. Вам непонятно их отношение к вам, потому что сегодня они такие, завтра они такие, послезавтра такие. Из-за чего-то извне. У них нет стержня внутреннего. Непонятно, любят или ненавидят друг или враг, оппонент или сторонник. Непонятно, потому что ситуация меняется. Очень интересно об этом рассказывал, показывал Толстой. По-моему, князь Курагин его звали. Был такой там персонаж. И вы знаете, что у него было для него характерно? В то время ситуация со стороны императора в отношении Кутузова постоянно менялась. Кутузов то был герой, то негодяй, то герой, то негодяй. И князь Курагин всегда слушал, что говорит император Александр Петомпо. И всегда повторял. И когда говорили, князь, вы вчера же говорили, что Кутузов плохой. Да вы что? Вы знаете, он искренне, представляете, он уже забывал, что вчера он хвалил военачальника, сегодня он ругает и завтра снова будет хвалить. Он настолько проникся этим прогибанием, да, он даже не замечал, что противоречит самому себе. Вы знаете, когда обстоятельства извне, какая-то ситуация меняется, и вы видите, что вот человек, его отношение к вам вот такое, то вверх, то вниз. Опасно. Опасно. Поэтому если мы находим свое сердце такую изменчивость, нам нужно обязательно этот вопрос рассмотреть. То есть этот человек непредсказуем для нас. Смотрите, мы можем доверять несовершенному человеку. Человеку со слабостями. Но мы знаем эти слабости, мы знаем это несовершенство. И мы доверяем человеку то, что можно ему доверить. Мы можем рассчитать нагрузку на этого человека, потому что знаем его слабость. Непредсказуемый человек, который держит нос по ветру, мы не можем никогда рассчитать, что можем доверить. Потому что сегодня он готов броситься за нас на амбразуру, а завтра кинуть нас на нее. Один и тот же человек. Эти люди лгут. Это третий момент. Ложь. Так недооцениваемая многими христианами, как порог. Ложь и обман. Знаете, когда я слышу ложь и обман, я не ставлю крест на человека. Нет. Я просто озадачен. С какого момента я могу начинать верить этому человеку? В какой части истории мне говорят правду, а в какой части истории мне говорят неправду? Я просто озадачен. Я ожидаю Божьего действия. Я ожидаю Божьего вмешательства в сердце этого человека. Но ложь автоматически включает защитные механизмы в душе человека. Дальше. Эти люди работают за спиной. Они очень не любят открытые диалоги. Они не переваривают прямые разговоры. Они любят говорить о нас за спиной. И когда вы даже в лоб зададите им вопрос, они скажут, все здорово, все нормально. Нет никаких претензий, нет никаких вопросов. Мне очень нравится, как однажды Петр Новорок на рукоположении, рукополагали одного диакона в пресвитере и одного, по-моему, рядового брата в диаконе. И он сказал церкви. Какие есть вопросы к этим людям? Молчание. Все согласны. И брат Петр сказал, молчите сейчас, молчите и потом. Как мы любим. Братское закончилось. Вышли все. Это кого? Это на достижение объявили. Да это мы-то знаем этого человека. Все, молчи. Ты не воспользовался правом открытого диалога. Не надо сейчас за спиной шушукаться. Не надо. Это признак. Частичный признак подлости. Знаете, когда человек имеет недостатки, но является благонадежным. Приходит муж домой или жена там, или что-то. Вы знаете, и вот обстоятельства жизни так сделали, что вот сейчас меня только затронет, я не знаю, что будет. И знаете, что делают благонадежные мужья и жены? Это я услышал от опытного одного человека. Он говорит, я говорю своей жене, вот сегодня меня это, вот не трогай, сегодня у меня вообще тяжелый день. Знаете, вот это действительно честно. Может быть, это попустительство, некоторое попустительство своей слабости. Может быть, надо мобилизоваться. Может быть, надо улыбаться вопреки всему. Но человек подошел, у него слабость. Он сегодня не может обниматься, не может говорить добрые слова. Ему надо закрыться. Мужчина переносит стресс наедине. И он открыто объяснил. Нет тебе вопросов. У меня тяжелая ситуация. Вот, вы знаете, вот человек с недостатком, но который не стрельнет в спину. Который не будет злость на начальника выстреливать тебе в виде напоминания твоих прошлых ошибок. Еще один немаловажный момент. Они шантажируют вас тайной, которую знают о вас. В книге притчи написано, веди тяжбу твою на тайны, другого не открывай. Когда у людей тяжба, вы знаете, тайна, компромат, целые, вы знаете, международные конфликты на этом основаны. И очень свежи воспоминания, когда про кого-то где-то накопали, и тот не смог стать потом президентом, потому что там накопали, и люди употребляют эти грязные игры. Но Библия говорит, есть у тебя оппонент. Знаешь о нем тайну, если ты расскажешь, он будет сражен на повалку. Не смей делать такого. Не смей делать такого. И вот человек, которому мы доверяли, да, Иуда, что он знал место, где собирался Иисус. Он знал место, где собираются его ученики. И он рассказал, он воспользовался вот этим общим. И в этом была подлость. И помните, как подошел? С целованием. Радуйся, это значит, обычно было приветствие в том, то есть здравствуй, целую тебя. А сзади уже за ним идут злые люди. Еще один момент. Здесь есть некоторая оговорка, но я все равно озвучу. Эти люди или только обвиняют, или только хвалят вас. Вы слышите от них только похвалу или только обвинение. К сожалению, бывают в жизни такие случаи, когда так было должно сделать. Ахав, например, говорил об одном пророке, он не говорит обо мне ничего доброго. А были церкви в Осии, о которых Иисус не сказал ничего худого. Такие бывают случаи редкие, это как бы в крайностях такие. Обычно мы не самые лучшие, не самые худшие. Мы где-то посередине. И благонадежный человек рядом с нами будет говорить нам и о недостатках, и о добром нашей жизни. Если человек является только источником обвинений или только источником похвалы, которая, скорее всего, может оказаться лестью, мы не можем доверять этому человеку. Мы не видим в этой однобокости заинтересованности в нашем благе и в нашем благополучии. Еще один, наверное, последний момент, который я сейчас упомяну. Посмотрите, как эти люди взаимодействуют с теми, кто слабже их. Подлость в отношении, всякое злое действие в отношении детей, это всегда подлость, потому что они доверчивые, потому что они слабые. Многие действия в отношении женщины являются подлостью. Ударить женщину это подлость, потому что она слабже тебя. Посмотрите, потому что, к сожалению, всю часть своей жизни я обнаруживаю людей, которые с теми, кто их больше, с теми, кто их выше, с теми, кто их значительнее. Это душечка просто. Ты думаешь, ну ангел воплоти, а не человек. Как только он начинает взаимодействовать с людьми, которые ниже, меньше, слабже, он меняется, этот человек. Не доверяйтесь таким людям. Ведь вы завтра можете стать слабже, чем сейчас. Вы можете в его глазах оказаться ниже той ступеньки людей, с которыми он благополучно взаимодействует. Напротив, доверяйте тем людям, со стороны которых вы видите добрые отношения, к самым маленьким, к самым незначительным. Вы видите уважение, способность слышать этих людей, взаимодействовать с этими людьми. Это значит, что когда вы будете уязвимы, когда вы будете слабы, этот человек не воткнет вам нож в спину. Он будет вам опорою и помощью. Вот эти моменты я хотел озвучить, братья и сестры, потому что Писание научает нас этому развлечению. И, во-первых, я повторяю, нужно заглянуть в собственное сердце, являясь ли я благонадежным, потому что, наверное, мы завершим эту тему вопросом о том, что не только мы нуждаемся в людях, которым мы должны доверять, но мы нуждаемся в том, чтобы доверяли нам. Являясь ли я этим человеком, на которого можно опереться? Ну а второй вопрос. Посмотри, нет ли в твоей жизни бездумного доверия туда, где тебе грозит только боль, только разочарование, только предательство. Бог вразумляет. Быть просты, как голуби написано, и в то же время очень мудрыми. Помолимся об этом.